Здравствуйте, друзья! Это программа «Бешеные псы» на Радио НВ, самое увлекательное шоу о кино на планете Земля. И прямо сейчас у нас в гостях удивительный гость, классик европейского кино, польский режиссер Кшиштоф Зануси. Кшиштоф, здравствуйте! Большое спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте! Тут важно заметить, что 21 февраля в украинский прокат выходит новый фильм Кшиштофа Зануси «Эфир». Жанровым он определяется как мистическая драма. Я не смотрел фильм, я видел трейлер, я читал рецензии после премьеры на Римском кинофестивале. Как я понял, это история о враче, который в начале 20 века экспериментирует с этой субстанцией, с этим веществом эфиром, для того, чтобы понять, насколько этим веществом можно контролировать человека и заставить делать то, что нужно науке или то, что нужно правительству. Расскажите вы с вашей стороны, о чем это кино. Я смеюсь, потому что, знаете, режиссеру рассказать свою картину, значит, можно уже ее не делать. А я бы хотел, чтобы все-таки наши зрители ее посмотрели. И тогда, может быть, найдут не то, что я скажу. Но это есть вариация, это есть рассказ вокруг мифа Фауста. А Фауст — это такой определенный миф, только европейский. Его другие культуры не знают. В Индии или в Китае никто не поймет, что это значит продать душу. Потому что там раздела души и тела, такого, как греки остановили в нашей культуре, они этого не знают. Но идея, что человек может остаться живым, а потерять душу, значит, продать себя. Это универсальное представление. И мне кажется, что в сегодняшнем мире она заново актуальна. И я для этого обратился к этому сюжету. Конечно, это фикция, это придумано, это нереальная история. Хотя, с научной точки зрения, я там пробовал исследовать все правильно, показывать все правильно, что так, как было, эфир имеет определенную силу, может нас освободить от боли и может нас тоже освободить от сознания. Но это все вокруг борьбы зла и добра. А это самая главная борьба, которая происходит вокруг нас, в нас самых, в нашей жизни. Я к этому отношусь. А уже как это выглядит? Надеюсь, что наша публика придет посмотреть. Конечно, обязательно. На самом деле, очень привлекательно выглядит трейлер. Дело даже не в этом. Почему вы считаете, что сейчас снова стала актуальной тема продажи души? Она всегда была актуальной. Но раньше были такие сильные контрасты. Человек знал время, час и день, когда он продал душу, продал друга, продал идеалы. А сегодня разлился такой кисель. Мы живем в таком мире, где контрасты, они спрятаны. Где зло прячется, его не видно. Поэтому люди не верят в это, этого мистического дьявола, который представляет собой силу зла. То есть они не могут его отличить от, ну, дьявола от не дьявола. Ну вот, он так спрятался, он не виден. Люди думают, что его нет. А, ну, мне кажется, что нельзя увлекаться мыслью о банальности зла. Потому что люди, которые принимают зло на себя, они банальные. Но зло бывает космическим. И я к этому отношусь. Я видел это зло в течение моей долгой жизни. И время войны, и время коммунизма. Там зло бы увидено, и можно его показать пальцем. Вот, где оно начинается. А сегодня, так я говорю, кисель, такая реальность, где все контрасты немножко более мягкие. Я понимаю. Это очень интересная тема. А вот по поводу вашего фильма, да, очень часто, очень часто в вашем кино есть пересечение с наукой. Это понятно, почему, опять же, для тех наших слушателей, кто почему-то не в курсе. Кшиштоф Зануси первое образование, по первому образованию физик, да, по второму образованию философ. И мне вот всегда было интересно, я почитал в том числе ваше свежее интервью, и вы продолжаете, да, говорить о том, что, почему физику вы вот бросили, да, потому что, с одной стороны, вы поняли, что вы не получите там Нобелевскую премию. Да, признаю, что мне очень бы хотелось какой-то Нобелевской премии, но моя любовь к физике осталась. Я всегда, уже сейчас, только как свидетель, но я смотрю на моих бывших коллег, сегодня поживых профессоров физики, и пробую понять, что происходит. Происходит огромная революция, которая еще для гуманитарных наук не дошла. Окончиваясь эпоха Ньютона, окончилась эпоха классической физики, которая была великолепной конструкцией, но она уже музеальная. От Эйнштейна нашего 20 века началась совсем новая физика, так как началась новая геометрия, новая логика. И с той точки зрения, то, что считалось однажды прогрессивным в 19 веке, это сегодня уже не прогресс, это совсем наоборот. Это самоутверждение, которое давала наука, она уже не актуальна. Наука сейчас приносит новые вопросы, и все, что казалось почти уже решенным, не решено, это все открыто заново. Это уже интересное время, но время детерминизма окончилось. А в гуманитарных науках все, мы пользуемся простым детерминизмом. Послушайте, как социолог или психолог вам объясняет, почему мальчик нехороший. Потому что родители влияют так на него, потому что школа так влияет. А как объяснить, что с хорошей семьей мальчик может быть убийцем, а с очень криминальной семьей может быть святым? Появляется тайня. Физика говорит о тайне сегодня, заново. И это очень интересно, это открытие в этом мистическом пространстве, которое в 19 веке потерялось. А сегодня это самое свежее, с чем мы столкнулись в современной науке. Это очень интересно. Я как раз хотел спросить, вы все время говорите о том, что физика объектом исследования является тайна. И это, конечно, личный вопрос, но вы этого не скрываете. Вы верующий человек, вы католик. Мне всегда было интересно, каким образом можно быть и физиком, и католиком. Потому что в моем, как это, поверхностном, в моем поверхностном представлении о том, что наука это рационально, да, рацио, а вот вера, да, это что-то иррациональное. То есть она может не требовать объяснений, да, вот вы что-то верите. Вот как вас сочетается то и другое? Это немножко восточный подход. Я думаю, что Запад более под влиянием Аристотеля, а Восток Бизантия более под влиянием Платона. И есть такое немножко различие Папа Ян Павлу II, издал энциклику, значит, такое письмо для верующих под названием Fides et Ratio, значит, вера и разум. Разум не противоречит вере, но вера касается тех областей, где разум уже не входит в полностью. Я бы, может быть, зацитировал не римского папу, а Альберта Айнштайна, который был человеком, который объяснял себя как непринадлежащим к никакой конфессии. Но в 1936 году он, обращаясь к гуманитарным коллегам с гуманитарных наук, сказал, кто сегодня не чувствует тайни, тот слепый и глухой. И сказал, что тайня – это основа всех религиозных чувств, но и в том смысле сказал, что я религиозный человек. Значит, никакого противоречия не было. Если мы вышли из детерминистики и вошли в пробобилистику, значит, что что-то может случиться, это правдоподобно, но не определено. Может так, а может нет. Есть огромное пространство, в котором может выразить себе сила, которая является для меня основной силой мира. Значит, Бог – это интеллигенция выше нашей интеллигенции. То есть пробобилистика – это значит, что все возможно? Ну, не в таком же самом степени, но все-таки гораздо более возможно, и нет того, что необходимость того, что мы знаем состояние определенной системы. Мы можем догадаться, что будет. Ничего не можем догадаться. Будет совсем не то, что мы думаем. Я, готовясь к этому эфиру, решил пересмотреть ваши классические фильмы, которые сделали вас знаменитым, благодаря которым вас узнали. Я посмотрел «Иллюминацию» 1973 года и «Константу» 1980 года. И там, конечно, очень интересно, потому что там видно, что вы еще по-прежнему, не знаю, сердцем, возможно, в физике. Потому что главный герой фильма «Иллюминация», опять для наших слушателей, которые мы или не посмотрели фильм, или забыли, о чем он, значит, главный герой-физик, который сомневается, он не знает, он как это ищет смыслы, хочет понять, не знаю, например, где заканчивается человек, или хочет понять, что ему делать со своей собственной жизнью, да, и, в общем, об этом кино. Он все время что-то ищет. Мне было, знаете, что интересно? Мне было интересно, вот тот режиссер, который снял этот фильм «Иллюминация» в 1973 году, как много осталось от этого режиссера вот в сегодняшнем Кшиштофе-Занусе. Это не мне судить, это вам. Вы можете это заметить. Я надеюсь, что если пойдете на эфир, что там найдете меня таким, как я был, только вот дошло немножко лет опыта. Но я не пережил никакой такой великой перемены. Я таким, как был, формировался еще в средней школе, я с таким же мировоззрением прошел всю жизнь. Хотя постоянно, сомневаюсь постоянно, смотрю, насколько мои утверждения они на самом деле имеют основу. Я никогда не доволен тем, что я подозреваю или знаю. Так что это нет такой моей, во мне такой уверенности, без сомневания вообще, я думаю, что человек не жив в духовном плане. А что вызывает у вас главные сомнения? Ну, постоянно тот страх. А может быть, Бога нет. А может быть, мир бессмысленный. А может быть, он такой, как он нам является на первый взгляд. И вот моя картина последняя, там две части. Первая, где мы смотрим таким ежедневным взглядом на жизнь. А это вторая, где я пробую показать, а за этим есть кто-то спрятан, кого мы не замечаем. Это, конечно, метафора того, что то, что мы видим нашими глазами, это не вся реальность. Есть еще другая реальность или есть другие реальности, о которых тоже и физика говорит сегодня. И параллельные миры тоже появляются. И то, что время течет не так, как нам кажется. Это все открываем в тот же момент, в 21 веке. И это должно иметь огромное влияние на наше мировоззрение, на то, как мы понимаем мир и нас самых в этом мире. Вам хочется верить в параллельные миры? Вот знаете, есть же такое вот, мы говорим, что это возможно, что они есть. Но есть люди, которые считают, что нет, я вот как минимум для себя они, да, говорят сами себе. Я хочу, что вот я вот здесь, в этой точке пространства, я один и больше ничего другого нет. Знаете, опасно, если я говорю, я хочу, потому что мы должны искать правды, а не того, что нам удобно. Удобно нам, конечно, жить в таким безопасном мире, где никакой тайны нет, потому что тайна нас пугает. Тайна — это темная комната, это то, что все неизвестно, незнакомое. Но если мы не имеем отваги признать, что тайна существует, мы трусы. Это неполная жизнь. Вот герои все-таки, на самом деле, я вот так подумал, это не только герои ваших ранних фильмов. У вас в каждом почти фильме есть герой такой идеалист, который, скажем так, свои какие-то убеждения, да, свои помыслы ставит выше самого себя часто, да. Это потому что вы сам такой или потому что вам важно, чтобы подобный герой был всегда в ваших фильмах? Ну, знаете, в первой части вашего предложения я даже не могу признать, насколько я идеалист, потому что это как будто бы автор реклама. — Это нормально, это нормально. У режиссеров, вот, кстати, наш украинский режиссер, не стал в прошлом году Кира Георгиевна Муратова, она говорила, что у режиссера обязана быть мания величия тайна или явная, неважно, но вот обязана. Я думаю, что за это появляется, за этим надо бороться. Но я бы хотел, знаете, это не принято в интервью, но я бы хотел вам поставить вопрос. Для меня удивительная разница между Востоком и Западом христианским, что на Западе мы часто показываем идеализм, который побежает. А в культуре, той, которую я лучше знаю России, я практически не нахожу никогда добра, который бы победил. Она всегда проживает поражением. В моей последней картине в эфире поважительный герой, идеалист, это еще украинец. Я очень горжусь, что поляк вам говорит о нехороших поляках и хорошем украинцам. Но то, что он идеалист и побежает, значит, он идет своим путем, он не попадает в это зло, которое его окружает. Мне мои коллеги сказали, но это уже западный взгляд. Если бы вы делали эту картину в восточном духе, он должен быть или юрудивым, или сидеть под монастыром, а не участвовать в жизни, где он делает положительные вещи, он спасает раненых на войне, но в униформе, значит, он в системе. У нас в гостях классики европейского кино «Кшишта в Занусе». 21 февраля в украинский прокат выходит драма «Эфир». Это новый фильм «Кшишта в Занусе». И мы сейчас как раз остановились на том, что, да, вы говорили, что разница между тем, как западные христиане и восточные христиане воспринимают идеалистов, да, что у нас, у восточных христиан, значит, этот идеалист либо юродивый, либо, ну вот, человек, который терпит поражение. У меня впечатление, у меня впечатление, что это связано с тем, что у нас такое количество коррупции, и настолько это непобедимое, ну вот, по крайней мере, выглядит непобедимой силой, да, от какими-то вот огромные горы, припоны и заборы, что у нас идеалистов всегда рисуют трагическими фигурами. Ну да, но это какой-то недостаток все-таки оптимизма и опыта того, что иногда добро побежает. В истории мы это видели, мы видели люди, которые освобождались. Освобождение – это, конечно, пример, где победило добро. А у индивидуального человека, хотя, конечно, там Запад более принимает компромисс и знает, что идеал не так высокой, что недоступный, только к нему можно приблизиться, но мне кажется, что это интересное такое генеральное замечание. Может быть, более глубины в этом пессимизме. Но, с другой стороны, идеализм распроцветает, когда существует надежда, что мы в чем-то можем победить. Я думаю, что Украина – это страна, где так на границе одного с другим. И где-то у вас в истории все-таки добро как будто побежало. Конечно. Но вот у нас есть история 2014 год, революция достоинства. И вроде бы все на какой-то короткий момент почувствовали победу. А других побед не бывает. Они всегда на короткий момент. Видите, они очень краткосрочные. Затем начался такой очень тяжелый период, который продолжается. Который никто себе представить не мог, что это вообще возможно на территории Украины. Знаете, очень важно, что есть о чем мечтать. Если есть память чего-то доброго, уже есть и для идеалистов шанс, чтобы они продолжали свою мечту. Самое не счастье, то есть человек даже не мечтает. Вы, кстати, сами несколько раз говорили в интервью о том, что отличие христианства от других религий, это в том, что мы, как это, оправдываем боль. Что боль и страдания — это часть пути. И мне почему-то кажется... Что они не бессмысленные. Потому что другие говорят, что это бессмысленные. Буддисты говорят обойти боль. А мы говорим принять. Иногда необходимо согласиться. И можно ним пользоваться. Тоже это в эфире один из сюжетов, потому что мой герой, он пробует делать научную разработку боли. Ну вот, есть ощущение, что просто, опять же, я, мягко говоря, совсем не настолько эксперт, насколько вы в этой теме, но есть впечатление, что восточные христиане, православные, они в большей степени создают культ вот этого страдания. Что вот нужно страдать. Не в смысле можно, а нужно. Ну, это необходимо. Нужно, это был бы масохизм. Я думаю, что от страдания, если можно уйти, надо уходить. И надо, если боль, брать морфину или еще что-то другое. Но есть такой боль, которая необходима, от которой уйти невозможно. И тогда надо сдаться и подумать, он не что-то чему-то, может быть, служит. Может быть, можно эту боль дать как подарок кому-то в мистическом плане. Но это все великие классики христианского мышления много над этим думали. Мне вот интересно насчет боли и страданий. Вы начинали свою карьеру как режиссер в тот момент, когда в Польше была цензура. Ну, вот это такая советская цензура. И сейчас многие режиссеры говорят, что, конечно же, им было сложно с цензурой. Куча проблем, куча каких-то странных требований и правок, которые нужно было выполнять. Но сейчас есть там цензура рынка, когда для того, чтобы ваш фильм посмотрели, или, не знаю, какие-то продюсеры, компании им заинтересовались, вам нужно, чтобы это было, как эфир сейчас называют, это мистическая драма, например. Абсолютно ошибочное название, но если это продает продукт, пусть возьмут. Расскажите, как вы себя чувствовали при цензуре тогда? Да, и вот как поменялось ваш процесс рабочий после того, как ее не стало? Знаете, я боюсь, что мои коллеги, может быть, даже я сам, мы легко забываем, что вместе с цензурой у нас был тоже огромный привилег. Не было конкуренции. Западных картин показывали гораздо меньше. Не было многих каналов телевидения. Так что мы оставались без конкурентов. И наша публика более обращала на нас внимание, потому что выбора не было. Сегодня есть выбор. И в том есть огромное ограничение, что мы должны существовать в мире, где, если вы не возьмете скандала, никто, например, не обращает на вас внимания. Где вокруг фейк-ньюс и фальшивые новости. И люди уже не знают, где правда, где неправда, и не обращают даже на это достаточного внимания. И то, что меня тревожит по всему миру сегодня, что время такие, ну, кажется, спокойные, такой кисель, в котором живем, что люди неответственно голосуют, голосуют для развлечения. Но если в Италии выбрали партию кабаретистов, это страна древней демокрации, страна, которая не так давно соединилась, там, 150 лет тому назад, и позволяет себе на шутку, потому что это шутка, это просто для развлечения. А от этого можно потерять будущее, это можно потерять независимость. Это огромная неответственность. Свобода всегда связана с ответственностью. У кого нет ответственности, тот свободы не сохранит. И это надо в таких временах, как сегодня, где вот все в этом киселе, надо напоминать, что это те времена, которые прошли, это урок опасности. Что может быть опасным для нас? Как мы легко можем потерять то, что имеем? Ну, я вам скажу по поводу шуток и по поводу, как это, в шутку кого-то выбирать. Сейчас вы, возможно, не следите за тем, что происходит в Украине, но самые большие рейтинги у комика и актера Владимира Зеленского, у человека, у которого нет никакого опыта политической борьбы или там политической работы. Просто человек талантливый, популярный, и вот у нас такая же история. Я, конечно, не могу вмешиваться в вашу политику, но самый главный талант может появиться в любом месте. Рональд Рейган был не очень хорошим актером, но довольно успешным. А самое главное, какая программа, какие ходы, какие средства, какие инструменты он предлагает взять в руки. Если этого не видно, тогда голосовать на человека вообще нельзя. Надо голосовать на программу. Но вот видите, вы как раз упомянули Рональда Рейгана, это главный аргумент, как это сказать, рациональный, более или менее рациональный аргумент у этой, как это сказать, политической силы. Но Рональд Рейган огромный политический опыт до того, когда был избран президентом. Он все-таки многие годы был в Конгрессе, и многие годы... Даже я его лично встретил, когда он был председателем Союза актеров. И это уже было очень политической роли. Понятно. Вот как вы объясняете? Мы почему-то вдруг начали говорить о политике, но это последний политический вопрос. Мы видим по всему миру такие подобные вещи, когда выбирают популистов, людей, которые просто что-то обещают. За этими обещаниями ничего не стоит. Но граждане той или иной страны их выбирают. У нас есть Дональд Трамп, у нас есть история с Брекситом. У нас, вот вы рассказали, в Италии вот эти выборы прошли. Есть история, не знаю, Австрия, где правая партия, значит, премьер-министр, представитель правых пришел к власти. Казалось бы, Австрия правая, о господи боже мой. Да, вот у нас есть тоже такая... Ну, здесь, знаете, немножко не точно, потому что Гитлер, он был левым, не забывайте. Да, национал-социалист, а вы правы. Как вы это объясняете? Почему? Мы все как-то поглупели, что ли, вдруг резко? Нет, не ответственность. Просто началось такое время веселого развлечения. Люди забывают. Знаете, представьте себе, что мы в самолете делаем выборы, кто будет пилотом. Мы не будем шутить. Мы знаем, что это смертельная опасность. И политика – это тоже смертельная опасность. Можно потерять страну, государство, все можно потерять. И поэтому здесь шутить нельзя просто. Надо ответственно решать. А это люди забывают. Я повторяю, это для меня модель Кисель. В Киселье все разрешено, все можно, ничего не страшного. А на самом деле мир страшный. Возвращаясь к кино. Я вот, когда пересматривал ваши ранние фильмы, я вот просто из любопытства решил посмотреть, ну вот фильм «Иллюминация», он получил главный приз в Лакарна. Фильм «Константа», он получил приз жюри на Каннском фестивале. Сейчас, чтобы не соврать, у меня здесь записаны... Ну то есть в тот момент, когда «Константа» получила приз, даже в Каннах, там главой жюри был Кирк Дуглас, среди других победителей Акира Курасава и Боб Фосс с фильмом «Весь этот джаз». Да, в Венеции ваш фильм получил «Золотого льва», главный приз Венецианского кинофестиваля. Это «Год спокойного солнца», фильм называется. Вручает его, ну в смысле не вручает, а председателем жюри является Микеланджело Антониони. То есть мы говорим про таких титанов, да, это вот вы из поколения этих титанов. Как вам кажется, кто титаны сегодня? Есть ли они вот, вырастут в титанов? Знаете, вырастут, даже не знаем в каком степени, но для меня и ваш соотечественник Лозница, это великий автор очень важных картин, и хотите Звягинцев, и Ханека, он еще работает. Но Скорсезе, который в прошлом году снял одну из самых великих картин в истории кино, это «Молчание». Эта картина мне очень близко. Так что не можно сказать, что это все прошло в пустыню, но был момент, когда был живым и Феллини, и Труфо, и Куросава, и Бергман, и другие. И такого периода, может быть, мы рождемся, но оттого, знаете, в литературе бывают такие волны, а потом приходит момент, где немножко все так летает ниже. Вот да, вы назвали имена, нам очень всем приятно, конечно, Сергея Лозницу вы упомянули. То есть, может быть, титаны мельчают, не потому что мельчают, а в смысле их сложнее заметить, потому что слишком много информации вокруг, слишком много всего. Ну и настроение такое, что мало кто имеет сегодня, потому что спроса нет на серьезные вопросы, и спроса нет для полемики. И люди хотят все согласиться на одно, все называют одно и то же самое прогрессивным, хотя это давно уже не прогрессивно. Все уже назвали, что добро, что зло, не зная, что ежедневно надо проверять, то, что было добром, может быть, уже добром не является. Знаешь, такой момент, где уже столько вокруг нас беспорядка, что мы боимся столкнуться с великими проблемами, с вопросом о смысле жизни, о смысле нашего развития, о будущем человечества, о границах человечества, где мы один шаг уже от генетической модификации, от того, чтобы нам какой-то чип положили в мозг и поддержали нашу память, например. Это все очень близко, и мы просто видим, что столько опасностей, что удобнее всего закрыть глаза и не видеть, не слышать, но это глупо. А вас пугают вот все эти вещи, там, не знаю, генетически модифицированные продукты? Вот вы вспомянули, там, какой-то чип. Что касается продуктов, я столько уже читал об этом, сколько там ложей, сколько там манипуляций, что там больше фейк-фейк-ньюсов. Но что, что чип можно вложить в мозг, я в этом уверен, и, конечно, меня это пугает, и с другой стороны тянет, если бы я мог иметь весь интернет в голове, а не в моем телефоне, это было бы, может быть, очень удобно. То есть мы можем сказать, что Кшиштоф Зануси был бы одним из первых людей, которые бы установили себе чип в голову для того, чтобы... Может быть, вторым, не первым. Ну да, нужно посмотреть, что будет с этим человеком, который это первый сделает. Понимаю. Вы говорили очень интересную штуку, что режиссер, он обязан любить актеров. Да, это правда, вообще это в искусстве очень важно. Но там, где сотрудничество, за актера можно вырвать его талант, только если подходите к нему с любви. Это не так просто, потому что иногда актер нас раздражает. Иногда актер играет плохо, а его надо любить, даже когда играет плохо, чтобы играл хорошо. Так что там есть такой тоже интерес в нашей любви, а не такая чистая любовь. Но актер – человек, который всегда это чувствует. Талантливый не так, но талантливый, но очень чувствует, как вы к нему относитесь. Есть у вас радость, когда он играет, или у вас есть, наоборот, депрессия, когда он начал играть. И с этим надо справиться. Но самое главное – это, конечно, отбор актеров. Если мы сделали хорошую композицию, тогда даже нехороший актер может нам пригодиться и сделать хороший эпизод. Это иногда бывает. Но самое главное – я вижу часто, что особенно в телесериалах режиссер вообще ни на актеров не обращает внимания, что оператор вообще не слушает диалогов, ни на ничто, ни на свет смотрит. И тогда актер остается абсолютно одиноким, потому что публики своей не имеет. В театре всегда публика ему отвечает, а в кино или в телевидении режиссер – это его публика, самое главное. Мы говорили о том, что нужно любить актеров. Но слушайте, актеры же действительно, они же бывают… Во-первых, есть такой стереотип, что актеры глуповаты. И знаете, что более сильно в оперном театре, где я часто, не часто, но несколько раз работаю, видишь, что теноры и супраны, они тоже глуповаты, потому что вся кровь оставляется в горле и к мозгу не доходит. Не доходит до горла. Да, но это все неприятные. То есть до головы, простите. До головы глупые, голосы не имеют смысла. Бывают очень интеллигентные актеры, хотя в любом искусстве чистая интеллигенция, она иногда и мешает. Потому что если сведомость сильнее, чем творческая сила, она может задавить человека. Есть такой анекдот о амстердамском ювелирном магазине, где был такой диамант, которого все боялись трогать. И дали самому неученому парню, он ничего не понял и тогда обрезал его правильно. А все мастеры боялись. Это тоже так есть такая метафора в искусстве. Если мы все понимаем, мы уже ничего не сделаем. Мы должны остаться в неуверенности. Мы никогда не знаем до конца, что мы сказали и что это значит. И тогда это будет искренне. А если это уже чистая калькуляция, мы все знаем до конца, это будет абсолютно академическая работа. Это, конечно, прозвучит вопрос немного провокационно, но вы человек больших знаний явно. Вот как же вы делаете свои проекты в театре, в кино? Вы все знаете. То есть вы явно не тот простачок, которому дали этот бриллиант, и он его... Но я поэтому знаю этот анекдот. Вы отключаете что-то? Нет, просто я пробую все-таки составить с собой мое сознание, которое мне мешает иногда, и мой инстинкт, импульс, который мне говорит, сделай так. Почему тебе это нравится? Почему как-то ты проснулся, ты так видел эту сцену, а потом разумом хочешь ее сделать по-другому? Это постоянное напряжение, и я с этим напряжением живу уже 80 лет. Возвращаясь к актерам, я очень всегда хотел узнать, вы снимали нашего большого украинского актера Богдану Ступку, это был фильм «Сердце на ладони», он получил за эту роль приз на Римском кинофестивале как лучший актер. Опять, для наших слушателей, если они вдруг еще не смотрели фильм, то это история о таком богатом мужчине, у него проблемы с сердцем, он ищет человека, у которого сердце донора, короче говоря, ищет. Это такая трагикомическая, наверное, история. Каково работать с Богданом Ступкой? Богдан Сильвестрович, после того, как его не стало, в украинском кино не стало, знаете, такой большой звезды, вот такой очевидной, вот прям все знали, вот есть Богдан Ступка. У него был огромный талант и огромное ремесло. Он был великим ремесленником, и то, что он играл на трех языках, и играл великолепно. А это огромные ограничения для актера. С одним языком трудно справиться, а он и на русском, и на украинском, и на польском играл свободно. И, с другой стороны, это человек интуитивный. Я тоже видел, что ему не надо иногда объяснять, только ввести его в настроение, и он почувствует... И любить, и любить, вы же сказали, нужно любить. А любить, безусловно, его было очень легко любить, потому что он был увлекающим человеком с огромным смыслом юмора и очень трудолюбимый. Он очень тяжело у меня работал, потому что было много текста, извините, много диалогов, и он с этим справился, но за цену очень тяжелой работы. И это тоже добавляет такой... ну, хорошего стиля. Если легко что-то приходит, это не так ценное, как это, что пришло с тяжелым трудом. Ну, это вот христианские ценности, страдания, конечно, конечно, все должно быть тяжело. Есть еще один из интересных актеров. Да, в спорте, вы знаете, в спорте тоже, если нет страдания, нет борьбы, это успех только случайный бывает. Вы знаете, я о спорте недавно задумывался о такой вещи, вот это, наверное, человеку, который спортом не занимается профессионально, это кажется странным, не то, что странным, но вот непонятным, да. Вот представьте себе, что вы посвятили всю свою жизнь тому, что прыгать в длину. Вот представьте себе, да. И если об этом задуматься, вот мне, человеку просто с улицы, да, который думает, боже мой, какая бессмысленная жизнь. Вот я всю жизнь делаю то, что просто разгоняюсь и прыгаю в длину. И это же еще не значит, что я олимпийскую медаль получу. То есть я могу прыгать всю жизнь в длину, ничего не получить. В итоге там из-за физических этих упражнений ничего, никакого образования и, в общем, все, что я умею. Так что вот не знаю, что с этим делать, знанием тебе. Но огромная радость, если я скажу, я сделал все, что мог, а все остальное не от меня зависит. И значит, я свой долг выполню. И это тоже важно. Есть еще один актер, который меня интересует, один из ваших актеров. Вы сняли очень много фильмов. Вы снимали Никиту Михалкова в фильме «Персона нонграта». И сейчас, конечно, к его, как это сказать, к его таланту неоднозначное отношение. С одной стороны, мы все признаем его таланты как актера, и как режиссера, и так далее. С другой стороны, есть его некая гражданская позиция, которая, ну, это прозвучит грубо, всем кажется, что человек сошел с ума почему-то. Вот. Вы с ним гораздо более тесно знакомы. Что он за человек вообще? Трудно мне судить, потому что мы сотрудничались, мы знакомы многие годы. Но мы не так лично близкие. Я никогда у него дома не бывал, у меня тоже никогда не был. Но это уже обозначает, что я не могу его судить. Мне, конечно, его мнения часто непонятны. Я ближе схожусь с его братом Кончаловским. Но то, что произошло, этот момент, где искусство приближается к власти, это очень опасный момент. И это уже в истории искусства много раз произошло так, что человека увлекло власть, сила власти. А она совсем другого характера. Я вижу, как часто политики и богачи даже заведуют нам, артистам, потому что нас люди любят. А за деньги и за власть никто никого не любит. А с другой стороны, мы им заведуем, потому что они имеют настоящую власть, возможности, которых мы не можем, с любви, которых тогда нам публика дарит, но мы ничего не можем сделать. Или редко что можем. Так что это есть противоречие. Я боюсь, что Никита сделал опасный шаг, слишком близко приблизился к реальности, там, где надо играть короля. А зачем быть королем? А когда вы поняли, что, вот лично для себя, что кино имеет власть? Власть — это большое слово. Я великой власти, она не имеет. Но она влияет на сего представления, на фантазию. Если я оставил в голове моего зрителя представление какой-то обстановки какого-то человека, которого приключения, он это посмотрел и осталось у него в памяти, он бы никогда в жизни таких людей не встретил, каких я ему привез на экран. Мне кажется, что это огромная миссия кино — поширить круг опыта человека, потому что он живет в одном деревне, в одном живом доме, он знает определенное число людей и то, что с ними произошло. А благодаря рассказу, нарративному искусству, значит, роману, кино, театру, он узнает людей, которых бы раньше не встретил или бы никогда не узнал, кто они, даже если они живут рядом. И это так поширило. Этого раньше не было, но в XIX веке люди жили в деревнях и не знали никого с другой деревни, не знали, что с ними там было, какие приключения. А сегодня это доступно. Когда я делал картину персонану Грата вот с Михалковым, которая происходит в среде дипломатов, дипломатов — это маленькая каста и мало кто знает дипломата. А это интересно посмотреть, что происходит в посольстве. Там не можно покупать билеты и посмотреть это за билетом. Только можно пойти на мою картину. Понятно. Я уверен, что вам, конечно, задают эти вопросы, потому что вот из-за того, что, разумеется, есть этот вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Нас всех это, как это, журналистов и вообще обычных людей волнует. Вы бываете в России и видите ли вы какие-то перемены, я не знаю, в настроениях, в том, как дует ветер за последние 5-6 лет. Почему я говорю про 5-6 лет? Потому что это тот самый пик обострения наших отношений между нашими странами. И, например, если говорить про телевидение, это какая-то совершенно удивительная произошел переворот, там рассказывают что-то прям совсем на то, что на голову не налазит. То есть, если раньше мы с этого как-то смеялись, нам казалось, говорят и говорят, на что это влияет. Потом, конечно, когда произошла аннексия Крыма и затем, значит, вторжение на Донбассе, мы поняли, что это все серьезно. Так вот вы видите ли, понятно, что вы не общаетесь с какими-то, не знаю, злодеями и людьми военными. Да, вы общаетесь с публикой, со зрителями, с аудиторией, какими-то интеллигентными людьми. Но видите ли вы перемены в том, что там происходит? Знаете, генерализировать это для артиста даже опасно, потому что мой опыт ограничен. Но я попробую смотреть в будущее, меня беспокоит официальная идеологическая линия России, которая хочет идти в направлении Азии, где я слышал, что их увлекает конфуционизм Китая. А я думаю, что Китай все-таки по геополитическим причинам он всегда будет противником нашей цивилизации. И место России для меня это место в Европе. Это наша юдео-христианская цивилизация. И поэтому меня, конечно, беспокоит то, что произошло и происходит, потому что это, на мой взгляд, какой-то анахронизм. Это что-то с 19 века, с мышлением несовременного. Здесь не территория важна, а важна перспектива развития и важно, какой идеал общества мы себе ставим. Этот разговор в России сейчас я на него с трудностью попадаю. Там есть круги интеллигенции, которые об этом говорят, но в политике я не вижу этого совсем. И поэтому меня это, конечно, беспокоит. Говорят о том, что да, у нас было великое прошлое, и мы, как это... Главное, что у нас было, вот почему-то так это выглядит сейчас, да, со стороны, возможно, необъективно, что вот у нас было великое прошлое, давайте его снова вознесем на пьедестал, а вот про великое настоящее и великое будущее как-то, манговорит, мало. Ну, знаете, я даже вижу, что то слово, которое прозвучало, когда господин Медведев был президентом, модернизация, оно даже не такое коренное в русском языке, потому что всегда традиция Востока была такая сохранять правую веру, а новости это было всегда что-то подозрительного, а без этого открытия к новому не будет развития общества, и не будет этого горизона, на котором мы должны видеть наш недоступный идеал общества и единицы, и любого человека, гражданина. я думаю, что это опасно слишком смотреть назад и не учиться на ошибках, только говорить о наших победах, более важные наши потери, наши ошибки, чтобы их не повторять. Больше не будем о политике. Я знаю, тоже вам задают всегда этот вопрос, я тоже его задам, у вас фантастическая карьера, вы сняли грандиозное количество фильмов, и надеюсь, уверен, что снимете еще театр, вы пишете книги, вы преподаете, научите, как, что нужно делать, чтобы так плодотворно и много и успешно работать. Значит, трудно сказать, откуда это взялось. Если меня спрашивают, почему я так постоянно занят, я отвечаю, потому что у меня нечего делать. Я просто радуюсь моей работе, это благо. я никогда не считал, что у меня есть права на то, чтобы иметь интересную жизнь. За эту жизнь надо бороться, и надо все инвестировать, чтобы она была интересной, иначе будет занукой. И мне так жаль людей, которым в жизни неинтересно, у которых ничего интересного не происходит. Если у них хотя садик или какой-то цветок на окне, он растет, и они с ним связаны, это уже есть что-то надежного. А самое страшное, если такой серый мир и такое переживание из дня в день. Поэтому надо выработать себе такой иммунитет на зануку, на неинтересные моменты, и что-то всегда делать. А мне еще во время, когда я был студентом, мои коллеги, которые были студентами биологии, медицины, подсказывали, смотри на себя. Есть время, когда ты оживлен тогда, берись за творческую работу. А есть время, абсолютно, где ты пассивный, тогда читай книгу в то время. Значит, делай еще какую-то политику, расположение времени, чтобы им пользоваться лучше. Это помогало. Сейчас только меня пугает склероз, что я много забываю, что я на всех языках говорю хуже, чем когда-то говорил. Но это тоже надо признать такая природа нашей жизни, что под конец, как и в самом начале, все идет с трудностью. Вы потрясающе говорите на русском языке, ничего вы не забываете. Друзья, это была программа «Бешеные псы» на Радио НВ. У нас в гостях был классик Кшиштоф Зануси, его фильм «Эфир» выходит 21 февраля в украинских кинотеатрах. Приходите, получите удовольствие. Совместное производство с Украиной. Совместное производство с Украиной. Большое спасибо вам, что были с нами. Спасибо. Радио НВ. Радио Радио